Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Вика и сегодня я хочу снять такой домашний какой-то влог, потому что погода у нас на улице плохая и гулять я не иду. Чем я тут дом занимаюсь? Что я готовлю? Что я готовлю, да. Вот что я готовлю. Хожу весь день с этими палками. Шучу, конечно. Где-то в прошлых видео я вам обещала показать, как я делаю смузи. И вот сейчас я покажу один из этих смузи, что же в него входит. Итак, что мне для смузи понадобится? Это вот такое замечательное зелененькое яблочко, это киви и это, где мои палки? И это сельдерей. Вот из этих трех вещей я буду делать смузи. Вот. И еще, чтобы смузи получился такой, как бы с ореховым вкусом, что ли, я добавлю семена сезама. Кунжут по-русски называется. Вот. Для начала я очищаю яблоко. Вообще можно как бы и со шкуркой, я ничего против не имею, да. Ну, тогда оно получается такое, знаете, не пористое, ну, с прожилками, потому что у меня слабый блендер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я себя уже стала немножко лучше чувствовать и решила все-таки выбраться в город. У нас тут такой слушок прошел, что все потихонечку открывается. Ну, магазины меня как-то мало интересуют, а вот фитнес, я была уже у них на сайте, ну, как бы ничего понятного, ничего конкретного, поэтому я решила съездить в город и все-таки проверить, по каким таким терминам нужно заниматься. Ну, какие такие термины нужно ставить, чтобы приходить, как долго будет длиться тренировка, там часик, полтора. Вот, потому что, потому что, потому что почему мой слово паразит? Кто за мной следит, вы знаете, что я худею, что я поставила себе цель 60 килограмм до нового года. Вот, похудеть не проблема, то есть, да, редуцировать калории, вот, следить за питанием это не проблема. Но подтянуть тело дома у меня никак не получается, это вот не мое заниматься дома, я начинаю, вроде бы все подготовила, музыка, начало занятий, но потом мне либо кто-то позвонит, либо кто-то придет, либо мне все очень быстро надоест, и я все бросаю. Поэтому я уже года три, нет, наверное, два, третий, был бы третий год, как посещаю фитнес-студию, и там довольно-таки все здорово. Даже если у меня вес не уходит, а он и не уходит, да, вес уходит только с кухни, вот, то тело у меня было такое всегда подтянутое, без всяких там целлюлитов, бугров и вообще всего прочего. И вот эти 4-5 месяцев, которые отсутствуют, да, занятий спортом именно на геретах, как это сказать, ну, поняли, по-русски забыла это слово, вот, это делает такое тело швабль-вабль, ну, то есть, тело дряхлее, даже несмотря на то, что я худею, а мышечная масса, она как бы тоже становится такой, как тесто. Поехали со мной, наболтала, что попало, буду вырезать, сидеть три часа, вот. Короче, беру вас с собой, ну, и просто прогуляться в городе, посмотреть, как он там оживает, какие магазины, ну, я говорю, магазины меня особо не интересуют, а вот такое конкретное дело у меня есть. Ну что, ребята, рано я радовалась, все закрыто, двери фитнеса закрыты, дозвониться до них никак, будем подождать. Вот, и сейчас хотела вам показать город, который, типа, оживает. Народу стало еще меньше, все закрыто, ну, вот, ресторанчики работают, а так, скукота. С одной стороны, классно, что нет туристов, нет гостей города, люди не снуют туда-сюда, такая тишина. Но, с другой стороны, как-то скучно. Где все-то, где все? У нас открылся книжный магазин. Короче, я здесь где-то час лазила и нашла для Лео на его любимую книжку 15-я часть Грегстаг и Бух. Я не знаю, ваши дети такое читают или нет, но книжка суперинтересная, я и сама ее иногда читаю. А у него все 14 томов этой книги, он прочитает, потом какое-то время проходит, он опять читает. Ну, она, знаете, как больше идет, как комиксы. Здесь и нарисованная, и написанная. Суперклассная книжка, потому что она очень смешная. Ребят, сейчас такой прикол был. Я пошла по магазинчику пошариться, он такой, биоладан. И вот нашла себе такую вкусняшку, ну, тут яблочко, бананчик, ну, мало калорий и никакой муки нет. И мужик меня на кассе так подколол. Говорит, ну что, вы точно наедитесь этим обедом? Может, я вас могу куда-то пригласить? Я так смеялась. Я говорю, не, не, этого будет достаточно. Вот она прелесть. Больше всего на свете, то есть самый любимый весенний цветок это ранункель. Вот видите, как они называются, ранункель. Вот такой один маленький цветочек. Стоит 4,50. Ну, не знаю. Нет, они, конечно, это он сейчас один маленький. Здесь вот видите, уже зародыши маленькие тоже идут. То есть он будет такой хороший кустик. Один отцветает, другой зацветает. Прелесть. Видите, они чем-то напоминают розочку. Да, или мак. Ой, здесь гляньте. Анютины глазки. С генцеблюнхен. Короче, я тоже тут зависла, уже давно стою, все цветочки рассматриваю. А, еще сейчас свой любимый покажу. Подождите. Вот они. Вот они. У них такое название еще интересное. Фергис Майн Нихт. То есть не забудьте меня. Ну, на русские незабудки, по-моему, они не очень похожи. Ну, очень красивые цветочки. Особенно в сочетании с другими весенними в каком-то букете. Они вообще классно смотрятся. Но не в букете, а в композиции, да, с другими. То есть это не букетные цветы. Какая-то оживленная улица. И посмотрите этот магазинчик, в каком старом здании находится. КОНЕЦ Слушайте, мужик оказался прав насчет обеда. Он был, правда, слишком легкий. Я купила себе десерт. Пришла я домой. Сходила, можно сказать, бесполезно. Ну, вот, единственное полезное, что я сделала, это я купила книгу сыну, чтобы он читал. Потому что с этим у нас вообще беда-беда. По школьной программе они читают за год максимум две книги. Представляете? То есть с нашей школьной программой, с русской, я помню, когда мы шли на каникулы, нам давали такой список, там, пять-шесть произведений минимум, причем в любом классе. А здесь такого нет, и заставить читать, вот именно заставить, да? То есть, когда он был маленький, я могла пробудить какой-то интерес. Сейчас, когда ему уже 14, это все бесполезно. Пока у нас только компьютерные игры, общение с друзьями и прочее. А на почитать книгу, ну, в обычное время, в школьной, да, вне карантина, в принципе, я согласна, ему даже некогда читать. Потому что школа начинается с восьми утра, и домой он приходит полшестого, полседьмого вечера, представляете? Я понимаю, читать некогда. Ну, а на выходных, естественно, хочется расслабиться, отдохнуть, уже не до каких-то там книг. Ему еле-еле хватает времени, чтобы сделать домашнее задание. Вот, ну, такую легкую книгу, я думаю, осилит дня за два. Вот, кстати, стоит такая книжка 14,99. Ну, и, как я говорила, он собирает эту коллекцию, и нравится ему это читать. Поэтому обрадуется, думаю. Других городов и других магазинов. Сегодня мы поставили термин, как бы это смешно ни звучало, в магазин Икея, который находится в Людвигсбурге. Завтра в 16.15 мы заказали два паспорта, и завтра в 16.15 мы пойдем как в кино или в кинотеатр по билетам в магазин Икея. Так что, кому интересно, оставайтесь на канале. Возможно, завтра, послезавтра выйдет видео с прогулочкой по Икея, с какими-то покупочками. Очень сильно я соскучилась по этому магазину. Люблю я все-таки там бродить. Всегда что-то интересное можно для себя найти, какую-то идею подчеркнуть для себя. Так что завтра это будет. И покажу вам заодно... То есть, лично мне интересно, как-то ходить в магазин по термину. Вот, увидите. Ну и, пожалуй, на этом я буду заканчивать свой влог. Ни о чем. Как-то так два дня моей жизни прошли ни о чем. Желаю вам всего хорошего, хорошего настроения. Вот, если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь. Будете моим другом. И также всем, кто меня смотрит, большой привет и большое спасибо, что остаетесь со мной. Вот, а еще хотела бы у вас спросить. Те люди, которые смотрят меня не из Германии или в Германии. Вот. Что бы вы хотели узнать или в какую тему вы бы хотели посмотреть видео от меня. Мне будет очень приятно и как бы появятся новые идеи. Потому что, если честно, я сейчас буксую. То, о чем я хотела снимать, большая часть закрыта. И как бы я вот ни о чем, как сегодняшний влог. Ну, а может быть, вам и такой формат нравится. Тогда пишите в комментариях. Буду продолжать в таком стиле, в таком духе. Всех люблю. Всех целую. До завтра, до послезавтра. Давайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...